Я сочинил шуточную любовную песню, не придавая ей никакого значения. Назначение она получила позже, через 20 лет. Вдруг так произошла ее судьба. Эта шуточная любовная песня понадобилась через 20 лет в фильме «Пять вечеров» Никиты Михалкова. Там ее на экране поет Станислав Лепшин голосом Сережи Никитина. Песня называется «Губы окаянные», и вы прекрасно ее слышали многократно и так далее. А может, сами пели ее и подпевали. Через год или два она была объявлена в Кинопанораме как русская народная песня. Таким образом, у меня появилась в моей копилке русская народная песня. Но в ней уже находилось несколько народных песен, мной сочиненных. То, что эта песня пошла в народ и стала действительно народной, сейчас будет вам немедленно, доказательство будет немедленно предъявлено. Я сочинил песню приблизительно в том же году, что и «Окаянные губы», совершенно по другому поводу, по поводу своего распределения на Камчатку. И, опять-таки, совершенно не представлял, что она станет когда-нибудь народной песней. Но она стала народной песней. И то, что это так, сейчас вам будет предъявлено. Прошу народ пройти к микрофону. Прошу народ пройти к микрофону. КИТ-КИТ-КИТ-КИТ-КИТ-КИТ! А с ним на семерек ходят рыбаки. Но нет кита, но нет кита, но нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, Ни-по-чего с обидно. Ищет он кита Но нет кита, но нет кита Но нет кита, не видно Вот беда, ну вот беда Удача, вот обидно Опять что-то чудо-дакин За мной лот-лот-лот-лот И на эту удочку Ну-ну-ка же, вот Ну что за беда, ну что за беда Ну-ка же, ну-ка же, ну-ка же, ну-ка Вот беда, ну-ка же, ну-ка же, ну-ка же Ну-ка же, ну-ка же, ну-ка же Ходят рыбаки, кит-ки, кит-ки А за ней на сцене рей Ходят рыбаки, но Нет кита, но нет кита Но нет кита, не видно Вот беда, ну вот беда Удача, вот сабина Удача, вот сабина Спасибо, спасибо народу Да, имена, кажется, были объявлены Но потонули в обаце Номи Лившиц и Лея Гудкин Аплодисменты И замечательному аккомпаниатору У него, помните, было соло такое, боже мой Мне никогда так не сыграли Я сейчас тоже начну Как и первую половину Начну со стихов Которые я сочинил в Израиле Первое стихотворение В котором я В котором я попытался Как-то так Вот всем строимым Всем его движением И так далее Передать Своё ощущение Дороги из Бен-Гуриона В Иерусалим Я сочинил его В связи с приездом Моей родной и любимой Сестры К сожалению, покинувшей этот мир Которая приехала в Израиль Поэтому оно так и начинается Поскольку я Черсанович То она Моя любимая Алька Черсанна Черсанна Приехала в Израиль Она приехала в первый раз Израиль тотчас же ей представил Несметную пищу Для карих глаз Дежурные пальмы Города Лода Пред нею взяли На караул Ветер с роскошного небосвода И все тучки сдунул И птичек сдул И вот последний Открыт шлагваум А там пошла В золотом дыму Дорога На Ярушалае Точнее подъем К нему Черсанна Карих глаз Не смыкает Несясь хайвеем Под сто узлов Она пикирует И взмывает И вьется ленты Среди холмов И вот Сверкнул Белоснежный камень И вот Откуда-то Прямо с неба Сначала справа Пошло мельканье Затем Непрерывно Навстречу Слева Прекрасен В цвете И щедр В охвате О дивный город Во веки будь Он широко Начинает Объятья Пока не рухнешь К нему На грудь Шалом Ярушалаем Шалом Второе Сихотворение Сильно Отличается От первого Все-таки Первое Напоминает Как-то Песню И как-то И вот Некоторые Движения Второе Сихотворение Возникло Исключительно По формальной Причине По Абсолютно Как бы сказать Идеальной Рифме Двух Распространенных В Израиле Не только в Израиле Фамилии Губерман И Либерман И вот Мне Вот только На основе Этих фамилий Не в общей Персонаже Которые Скрываются За каждым Из них Никакой Подлинный Либерман И Гаррих Губерман Здесь не имеется В виду Имеется в виду Только эти фамилии Которые Из которых Так сказать Когда бы вы знали Из какого Сора Растут стихи Не ведая стыда Вот это Бесстыдные стихи Губерман И Либерман Говорит Либерман Губерману Дай костей Моему Возлюби Губерман Либермана А не то Я спущу Добермана Это сразу же Всех примирит Следующее Сворение Совсем Другого рода Я его вообще В жизни Никогда Со сцены Не читал Но сейчас Мне захотелось Его прочесть Хотя бы потому Что оно Совсем Другого рода Оно возникло Оно возникло После того Как я Ознакомился Я не помню Как называется Книга Это книга Рожегороди Ну приблизительно Называется Миф о Холокосте Рожегороди Человек С необычной Биографией Его сейчас уже На свете нет В Рожегороди Так сказать След от него Остался И биография Его многим Известна Кстати И нам Шестидесятникам В шестидесятые Годы Это имя Было известно Совсем Не с той стороны С какой Она стала Звучать Позже Рожегороди Был членом Исполкома Или национального Совета В общем Центрального Комитета Коммунистической Партии Франции Он был весьма Ученый человек Интеллигент И он Занимался То есть Был В ЦК Компартии Исключительно По убеждению И так далее И так далее И тогда же Все пятьдесятые Шестидесятые Годы Написал он Большую статью Реализм Без берегов И она И через Голоса И сама По себе Проникла В среду Наших Наших Очень Диссидентски Настроенных Интеллигентов И сразу Стало Весьма Популярно Перепечатывалось Распространялось Потому что Он Вовсе В отличие От коммунистических Ортодоксов Вовсе Не поднимал На щит Социалистический Реализм Как высшее Достижение Человеческой Культуры Напротив Он Опровергал Весь Догматизм Обскурантизм Этой Самой Этого Социалистического Реализма И Ратовал За Реализм Без берегов В его Статье Его Статье Элеже И Пикассо И еще кто Объявлялись Реалистами Со всем Их Кубизмом Со всем Их Абстракционизм Они Объявлялись Реалистами И он Считал Их Тоже Представителями Реализма В самом Широком Понимании Этого Слова И Это было Очень приятно Читать Всем нам В те самые Времена И конечно У него Обрушилась Вся наша Ортодоксальная Критика И прочее Прочее Но Впоследствии С этим Вполне Левым Человеком Произошла Метаморфоза Он женился По-моему Не то на Йеменке Не то на Турчанке Короче Он принял Ислам Он принял Ислам Он Переменил Свои имя Я не записал Недавно Я прочел Оно звучит Тоже Как-то Совершенно По-арабски Ну там Он Рожегради Значит он Какой-то Джан-Джан Какой-то В общем Стал Стал так Именоваться И через некоторое время Я с изумлением Мне один приятель Показал Роман Газету Русскую Это были 90-е уже Годы Когда многое Печаталось Из того Что было Неизвестно Или запрещено Понятное дело Чтобы советская власть Это конечно Книгу Никак не запрещала Но и Постсоветская власть Тоже это не запрещала И вдруг Я вижу Рожегради Собственной персоной Миф о Холокосте И дальше Он собрал Все Достижения Этих мифотворцев И все Их так называемые Доказательства Того Что Холокоста Не было Что все это Придумали евреи Или банкиры И капиталисты И все Такое Прочее И Очень С большим Пафосом На этом В этой книге Настаил Я Сочнил Следующее Произведение Рожегради Неспровергателю Мифа О Холокосте И получился У меня Такой Плач Разыщу Я Рожегради Голой Жопой Протащу По стерне И Размажу Я его По стене И Заплачу У него На груди Ах ты Гадина Старая Мудила Как могила Тебя Не поглотила Как хамсин Тебя В море Не Сдунул Как ты Мог Как ты Смел Как ты Вздумал Почесал Таки Свой Сморщенный Анус Таки Вздел Себе Очечечки На нос И полез В пожелтелые Страницы Как же Так Господа Сионисты Приблизительны Ваши Расчеты Подозрительны Ваши Документы В них Количество Заявленных Трупов Больше Суммы Предъявленных Бирок Ах ты Гадина Старая Мудила Ну чего Чего Тебе Не хватило Славы Денег Мирового Скандала Нет Все Мало Все Тебе Мало О Незнающие Божия Страха Геростраты Оскверонители Праха Особенно Вы Жидофобы Отвратительны Как Трупоебы Я Мудилу Со стены Со Скребу По Кусочкам Со Стерни Соберу И Пойдем Мы С рожей Городи По Европе Всей Земли Посреди И по Витебскому Краю Пойдем По Литве И Украине Пойдем И по Северной Европе Пойдем И по Западной Европе Пойдем Наклоняйся Брат Роже Не чинись Да Очки Хорошенько Прочисть И читай Вслух Читай По Складам Что Написано Вон Там И Вон Там Здесь Расстреляны Пять Тысяч Евреев Здесь Расстреляны Семь Тысяч Евреев Здесь Лежат Три Тысяч И Триста Здесь Две Тысяч Двести Семнадцать Здесь Убита Вся Семья Рубинович Роза Ицек Моисей И Нехама Что Сошлось Твое Сальдо Роже А он Сполз По Стене И Лежит На Стерне И Не надо Его Трогать Уже АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как я Как вы заметили Насытил Как это называется Неконцессиональной Лексикой Это Текстворение Но думаю Что она Вся Абсолютно Уместна АПЛОДИСМЕНТЫ Жаль Что я Не Не имел Возможность Прочесть Роже Городи В лицо Следующая серия У меня Связана Она называется Так В нашу гавань Заходили корабли Вы все Наверное Помните Эту передачу Которую Затеял Эдик Успенский Царство Небесное И она Пользовалась Большой Популярностью Среди Советского Населения И среди Меня Лично И более того Я раза два Даже принял В ней участие Эпиграфом Эта строчка Уже мной цитирована Когда бы вы знали Из какого сора Растут стихи А также песни А также вообще Все Небедая стыда Вот эти Подзаборные Или как их еще Назвать Простонародные Такие Простосердечные Песни И вошли В анналы Этой Прекрасной Передачи И Мне рассказывали Потом она Прекратилась Раздался Гром С небес Прекрасилась И вот По какому поводу Эдуард Николаевич Успенский Очень расшалился С этой передачи И у него Они носили Разные Оттенки То он собирал Высоколобых Интеллигентов То он собирал Кого-то еще И однажды Он собрал Ветеранов Военных И не только Военных Нет Вообще Ветеранов Партии Вот такие Пришли Абсолютно Советские ветераны Со своими Медалями И орденами Уселись И с восторгом Поглядели На Эдуарда Николаевича И он Сначала Эту песену Какую-то По-моему Там и Сталин Наша слава Боевая Все пелось К ихнему Полному Удовольствию И вдруг Он Предложил Спеть Песню про Ленина Только Ленина Везде заменить На Путин Путин Всегда живой Запели они Хором Очень хорошо Запели Путин Всегда собой Они спели Это Сорвали Собственные Аплодисменты Но это Очень не понравилось Начальству И особенно Кому-то сверху И сверху Был дан приказ Прихлопнуть Прихлопнуть Причем Не только Именно Эту передачу А прихлопать Вообще Потому что Они Вероятно Подумали Что это Будет иметь Своё Какое-то Продолжение И если Там опять Прозвучит Слово Путин То неизвестно В каком Контексте И поэтому Они прекратили Эту историю Я Принял участие В одной Лифте Точнее В одной В двух Лифт Трех Этих Передачах И В одной Из них Я вдруг Услышал Песенку Которую Думал Знаю Я один Которую Я думал Что знаю Я один Причем Я ее знал Не в полном Варианте И вдруг Какой-то Веселый Дядька Даже Несколько Моложе Меня Вдруг Спел ее От начала До конца Но там Я не знал Наверное Только полтора Куплета А изначально И все Остальное Я помнил Очень хорошо И поэтому Не только Помнил Но я даже Использовал Эту песенку Но сначала Сама песенка На этой песенке Очень хорошо Учить Актеров Дикции Ритм Быстрый А там Есть Текст Нуждающий В точном Произнесении Если вы Хотите Быть Услышанным Из Мадридов Лиссабон Марахо Сто Тысячи Тон Шел Волнам На Перерез И На Риф На Лес Как Пакет Тросс Автантик С экипажем В тот же Мик И никто Не был Спасен Кроме Трех Персон Без Роджес Кэт Двадцати Цатилет Дочь Миллионера Из Монтаньера С ней Негроматрос Юпитер Питер Тос И Вождь Седейц Лысый Нос Привязавшись Бочки Из-под Керосина По Волнам Стремнины Плыли На Авось А К закату Солнца К острову Пристали Все Очень Устали Вымокли Насквозь А остров Был Так Очень Мил И Как Мы знаем Не обитаем Да был Туман Ужасный Ураган И Ветер Дул С Различных Стран Питер Тос Умом Постер На Лугу Развел Костер Чтоб Согреться В тот же час Все Пусти Не Сляс Без Роджес Кэт Дала Дала Совет Чтоб Не Подохнуть Побольше Сохнуть А Поутру Словите Кенгуру И Я Клянусь Ее Сожру Проглотив Шу Слюнки Разошлась Арава Негр Пошел Направо Влево Лысый Нос А Мискет Осталось У Кострары Да Я Чуть Не Задыхаюсь От Потока Слез А Остров Был Так Очень Очень Мил И Как Мы Знаем Не Обитаем Там Был Туман Ужасный Ураган И Ветер Дул С Различных Стран Вот Тут Несколько Куплетов Я Пропустил А Так Видите Трагическая Баллада Целиком Этой Прекрасной Передачи А Мне Эту Песенку Я Услышал От Своих Тетушек Репертуар Которых Был Совершенно Бесконечный Бесконечный У них Репертуар Начинался Из Популярных Студенческих Песен 19 Века А Потом Продолжилось Дальше Значит В революционную Пору Советской Страны Взбейтесь Кострами Синей Ночь Тоже Знали Потом Гоп Со Смеком Они Знали 25 Куплетов Я Столько Не Знал Гоп Со Смеком В общем Чего Только Они Не Знали И Вот Они Знали Вот Эту Песенку Распевали Ее Я С Их Помощ Ее Запомнил А Потом Она Мне Пригодилась Занимаясь На Камчатке Школьной Самодеятельностью Я Устроил Там Целую Серию Даже Небольшой Песенный Спектакль Один Из Эпизодов Который Был Пляск Пиратов По Бушующим Морям Мы Гуляем Здесь И Там И Никто Нас Не Зовет В Гости А Над Нами Черный Флаг А На Флаге Белый Знак Человеческий Костяк Кости По Бушующим Морям Воля Нашим Королям Все Что Море Дарит Нам Делим Пополам Поднимите Руки Кто Не Слышал Этой Песни Никогда Тогда Я Допою До Конца Делим Пополам А Море Шлет Нам Весь Торговый Флот И Флот Голландский И Флот Гешпанский За Все Добро За Мех И Серебру Заплатит Ножик Под Реберу После Абордажа Мы Берем Стаканы Все И даже Стража Пьют Четыре Дня Запоем Дики Ром Ямайки Виски Сан-Франциско Брэнди И Сан-Яга Крови Даст огня И Если Вдруг Исякнет Наш Сундук Мы Снова Рыщем Добычу Ищем На целый Свет Для нас Закону Нет А за Семь Бед Один Ответ Пуля Капитану Петля Атаману Остальной Команде Камень Привязать И Воду А пока Мы Живы И Ищем Мы Наживы А на то Что будет Трижды Наплевать По Бушу Ищем Борем Боря Нашим Кораблям Все Что Море Дарит Нам Делим Пополон Я ее тоже, конечно, спел, сославшись из Мадрида в Лиссабон, спел в этой передаче И таким образом погрузил это свое достижение в запасы этой великолепной гавани Но по дороге Мне очень понравилось слушать эту передачу Понравилось слушать эту передачу И Несколько песен я запомнил Они мне понравились И вот я сейчас воспроизведу вам несколько Из этих песен Четвертая будет не про любовь А все первые три про любовь Абсолютно Одна Знаете, я просто ее спою Я просто ее спою Наверняка вы тоже ее слышали Как-нибудь А тем более, если слушали эту передачу Эту песню спел Зиновий Герт Он тоже принимал участие У него были большие запасы этого добра И вот он спел эту песню И она чрезвычайно понравилась другому участнику других передач Этой же гавани Боря Львович такой Может быть, тоже слышали это славное имя Такой замечательный, бывший казанский театральный режиссер Ныне, по-моему, лучший конференсье на всякого рода культурных, интеллигентных тусовках На всяких актерских посиделках Борис Львович И он тоже спел эту песню Там же, в этой же передаче Но на свой манер Она мне так понравилась Что я тоже решил ее спеть Но в передачу я не попал И распеваю ее так вот на сцене Где придется Как, например, здесь И эту песенку я пою Но я ее немножко Для того, чтобы поставить свое авторское клеймо Чуть-чуть-чуть поправил А именно Я удалил один из куплетов Она там из четырех состоит А она у меня состоит из трех Моему вкусу показалось это достаточно На Костецкой на углу Будочка стояла Почему ты не пришел Когда я тебе сказала Почему ты не пришел Когда я тебе сказала На Костецкой на углу Лампочка горела Почему ты не пришел Когда я тебе велела Почему ты не пришел Когда я тебе велела На Костецкой на углу На Костецкой на углу Лампочка погасла Почему ты не пришел Когда я была согласна Почему ты не пришел Когда я была согласна Согласна я была Это первая песня про любовь Автор неизвестен Как и водится Как всегда это и водилось в гавани Следующая песня С неизвестным автором Возможно вам хорошо известно Потому что мое поколение В 60-е годы В 50-е и 60-е годы Приложило руку К распространению Этой песни По всем магнитофонам И до сих пор Никто не знает Кто такой автор Однажды ее записал Высоцкий И с тех пор Все думали Что это он сочинил Потому что ясно Хотя это подражание Уголовной песни Уголовному фольклору Но ясно Что это стилизация И это легко доказуемо Потому что Никакой даже Образованной урка Никогда не додумается До тех Замечательных Ритмических И, а главное Рифмических Виртуозных Фокусов Которые Содержатся В тексте Этой песни Я надеюсь Вы, конечно Легко почувствуете Эти самые Эти самые Виртуозность Рифмовки Внутри Этого Абсолютно Уголовного Текста Все думали Что это Высоцкий Потом Потом Кто-то А, Валера Золотухин Мне сказал Это точно Сочинил Андрей Тарковский Андрей Тарковский В молодости своей Водил Дружбу И с Володей Высоцким И с другим Это был Некоторое время Это был Общий круг И они очень Увлекались Блатным фольклором И пытались Как-то ему Подражать И так далее И так далее И у Высоцкого Вы знаете Есть целый ряд Точных подражаний Этому самому Их было Восемь Например Помните Это замечательная Блатная песня Абсолютно Автор Владимира Семеновича Он это И не скрывал Наоборот Она Наставит Вот Но эту песню Он пел И Как уже Кем-то Сочиненную Потом я еще Расспросил Других Участников Этого В частности Друга Высоцкого Игоря Кахановского Как бы я подумал Может он Игорь мне сказал Категорически не я Категорически не Володя И категорически Не Андрей Тарковский А кто Я сам Не знаю А это Игорь Кахановский Истинно Последний Последний Станция Потому что Он с Высоцким Как раз В те времена И дружил И распевал И пьянствовал И три или пять Песен Высоцкого Посвящены ему Как ближайшему Другу Мой друг Уехал в Магадан Это все Игорь Кахановскому Было посвящено И тогда Вот он Абсолютно Твердо сказал Кто сочинил Знаю Володя ее пел Мы все ее пели Но Это не Высоцкий Ну не Высоцкий Автор неизвестен А песенка Насталась Когда с тобой Мы встретились Черемуха цвела И в старом парке Музыка играла И было мое Тогда еще Совсем немного лет Но дел уже надел Я немало Лепил я Скок за скоком А на утро Для тебя Шбырял хрусты Налево И направо А ты меня любила И часто говорила Что жизнь Бладная Хуже Чем отрава Я помню Как с фаршмаком Ты стоял На скверу Он пьяный Был обоняв тебя Рукою Тянулся Целоваться Просил тебя Отдаться И ты в ответ Кивала головою И ты в ответ Кивала Головою И вот Однажды ночью Я встал Об на пути Узнав меня Ты сильно Побледнела Ему я предложил Тогда в сторонку Отойти И сталь В глазах Зловеще Заблестела Потом я только Он сидел На фотографии Глядел С нее Ты улыбалась Как живая С нее Ты улыбалась Как живая Вот дальше Вот дальше идет Этот виртуозный Куплет До которого Никакой урка Даже образованной Не додумается Любовь свою Короткую Залить Пытался Водкою И воровать Боялся Как ни странно Но влип Историю Глупую И как-то Опергруппою Был схвачен На бану Ресторана Сидел я В несознанке Ждал от силы Петерик Как вдруг Случайно Всплыло Ваше дело Пришел ко мне Защитничек Шапир Мой старик Сказал Не миновать Тебе Расстрела Сказал Не миновать Тебе Расстрела И вот Меня поварили Костюмчик Несли На мне Опять Тюремная Одежда Квадрат Снег Синего Да Спутничек Дали Сияют Мне Как Слабая Надежда Сияют Мне Как Слабая Надежда Дальше Последний Куплет И вот У меня На наш Тюремный Двор И там Глаза Навек Я закрою Я снимаю Я оставляю Ему Капельку Надежды Черт Черт Знаешь А вдруг Как-нибудь Обернется Следующая Песня Тоже про любовь Тоже про любовь Но уже немножко спортивная Она скорее чем уголовная Кто ее придумал Автор Мне абсолютно Неизвестен Я ее Услышал Очень давно В институте И это Был такой Некоторый Парадокс Я ее Слышал Из уст Абсолютно Интеллигентнейшего Человека С ног до головы Имя его Миша Ландер Был он Сыном Известнейшей Нашей Литературой Ветки Американинский Сейчас я забыл Ее фамилию И Был воспитан В самых таких Тепличных Условиях И Жизнь не знал Совершенно Зато знал Всю литературу Англо-американскую И русскую Заодно Или наоборот Русская И заодно Англо-американскую Английским языком Владел Совершенствием И потом я только покатался со смеху Когда Ребята рассказывали Как Миша Уже тогда Сильно Лысоватый В круглых очках С круглой головой Ходил Между рядами Восьмого класса По-моему Составленного Из Хулиганов Которые там Сзади на карте Резались в карты И Не обращали Ни малейшего Внимания Он ходил Между партами На педагогической Практике И сам себе Читал лекцию О художественных Особенностях Мертвых душ Вот Вот такой Миша И вдруг На каких-то наших Выпивках Суденечких Я услышал От него Эту песню Он ее пел У него не было Ни малейшего слуха Но азарт был Вот есть у нас Еще один такой человек Который азартно Поет Песни И знает их немало Не имея ни малейшего слуха Но поет Заглушая Все Это губерман Губерман Который поет Любимую Свою песню Который Тоже нам всем известно Шел отряд по берегу Шел издалека Да И вот В припеве Он особенно поддает Вверх Когда там Под красным Знаменем Командир полка И дальше О-о-о-о Командир Вот О-о Он выкликивает Громче всех Губерман И заглушает Ассоциация всех Но делает он С таким неподдельным Восторгом Что оказывается Что в ноты попадает Вот И вот Миша Спел эту песню И я ее Сначала Запомнил Потом забыл Потом Тот же Боря Львович Мне ее напомнил И это тоже Про любовь Шум и суета Блеск и нищета И глаза Горящие Азартом Это не базар Это не бульвар Это велогонка С общим стартом Вперед не плачет Давай крути И ждет удача Тебе в пути Не бойся Пота Напор удвой Крути работой И финиш твой Подали общий старт Я вхожу в азарт И хотя до финиша Не близко Знаю Ждет меня Полная огня Моя Катька В майке олимпийской Вперед не плачет Давай крути И ждет удача Тебя в пути Не бойся Поту Напор удвой Крути работой И финиш твой Финиш на пяту Я вторым иду Ржавый гвоздь Походу Затеваю Скорости уж нет Я лечу в квет Про себя Тихонько Напеваю Вперед не плачет Давай крути И ждет удача Тебя в пути Не бойся Поту Напор удвой Крути работой И финиш твой И финиш твой В будущем году В форму я войду И тренироваться буду чаще Чтоб не потерять Чтоб не потерять Чтоб завоевать Катьку Этот приз Переходящий Вперед не плачет Давай крути И ждет удача Тебя в пути И не бойся Поту Напор удвой Крути работой И финиш твой АПЛОДИСМЕНТЫ Эту и, наконец, песню, которую я очень часто пою Но она из того же Из той же мусорной ямы Но у нее есть и автор И композитор Композитор, кажется, Мартынов не уверен Что автор Евгений Долматовский Знаю точно Вы ее слышали Но я не могу Не закончить эту серию Это какой-нибудь другой песен Это песенка Коричневая пуговка Итак Коричневая пуговка Это песенка, которую пел Все мое поколение В пионерском возрасте И как-то я Уже будучи взрослым Решил восстановить И восстановил ее И не только восстановил Но приписал к ней Еще некоторый вариантик Который легко объясняется По ходу исполнения Подлинника Подлинник Повторяю, Евгений Долматовский Который Прославил Некоторого пионера Разоблачившего Диверсанта Диверсанта Ну что, в общем, вы все поймете Из контекста Итак, сначала подлинник Коричневая пуговка Валялась на дороге Валялась на дороге Никто не замечал На ней К начальнику заставы Ребят побежали К начальнику заставы Скорей, скорей, скорей Накладывайте Накладывайте точно Сказал начальник строги К начальнику заставы И шеи-то не по-русски Широкие штаны А в глубине кармана Патроны от нагана И карты укреплений Советской стороны Вот так шпион был пойман У самой границы Никто на нашу землю Ни ступь, ни пройдет В Алешкиной коллекции До пуговка хранится За маленькую пуговку Ему большой почет В Алешкиной коллекции До пуговка хранится За маленькую пуговку Ему большой почет Восстановил я эту песню И обратил внимание На слово коллекция Которое означало то Что наш пытливый следопыт Разоблачил довольно много Всяких диверсантов И из деталей их костюмов Собрал целую коллекцию И таким образом Можно писать целую коллекцию Песен прославляющих Его различные подвиги И я решил попробовать Далеко от первого варианта Не отвлекаясь Я решил прославить Еще одну пуговку Найденную нашим славным пионером И снова чья-то пуговка И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу И снова затерялся в коричневой пыли И снова по дороге Пошли босые ноги Босые загорелые Затопали пошли Опять пошли ребята От дальнего поселка На этот раз Алешка Шел сразу впереди Он пуговку заметил И буквки отметил И смог чужого дядю В заставу привезти А пуговки-то нету На самой нашей ринке И самая ширинка Не русской ширины А в глубине ширинки На самой серединке Отчетливые снимки Советской стороны И в ночь пион был пойман Он самый у границы Никто на нашу землю Не ступит, не пройдет В коллекции Алешки И пуговки, и брошки И кнопки, и застежки И кольца, и сережки Трусы, и полсапожки Часы, и босоножки И две сухих какашки Не нашей толщины После этого неприличия Я сейчас продемонстрирую Серию песен Которые Обменяются так Тема любви Принесло и у меня Обычно такое Которое Лучшего я больше Принесловия К этой теме И не подобрал Это известная история Которую Время от времени Рассказывают Друг другу На разных тусохах Актеры Или писатели Будто бы Николай Доризо Всю ночь Писал Лирическую поэму О любви И вот Воспаленными От бессонницы Глазами Он пришел Рано утром В буфет Дома писателей Попросил Двести грамм Коньяку И проглотил Их Одним движением Проглотил Заметивший Это Другой Ранее Завсегдата И спросил Колит Что Ты понимаешь Всю ночь Писал Поэму О любви И как Закрыл Тему После этого Опиграфа Мне остается Только Присоединиться К этому Упорству Николая Доризо И попытаться Всеми остальными Своими произведениями Если не закрыть То попытаться Закрыть Эту самую Тему Ах, но кто так Придумал Что любовь Как война Где свое Наступление Своя Оборона И отчаянный Штурм И глухая Стена И коварный Подкоп Под барьер Бассеона Ах, но Кто так Придумал Что Любовь Как недуг Когда Когда сразу И жар И озноб И мученье Ни волшебных Пилюль Ни лечебных Наук А всего лишь Три слова Но у них Все спасение Я люблю Вас Вот и сердце Прошло Я люблю Вас Вот и враг Отступает Я люблю Вас И утро Наступает И все Будет Славно И хорошо Все Хорошо Все Хорошо Все Хорошо Все Хорошо Бьют Часы На башне В этот Поздний Час Я Всегда Включаю Свой Любимый Джаз И на медленный Танец Приглашаю Я Вас Мой друг Старинный Вас Любовь Моя Я так Люблю Хороший Час Поставить Добрый Старый Джаз Хороший Час Под Старый Джаз Потанцевать С тобой О Любовь Моя Я Так Люблю О Любовь Моя Ты Со мной Цанцуешь Наклонясь К плечу Так Как ты Умеешь Так Как я Хочу И на Медленном Танце Кажется Мне Порой Что И в самом Деле Ты Сейчас Со мной Я Я Так Люблю Хороший Час Поставить Добрый Старый Джаз Хороший Час Под Старый Джаз Потанцевать С тобой Любовь Моя Это Люблю Добрый Добрый Редактор Добрый Добрый Шар Один Добрый Шар Вот еще песни, на мой взгляд, экзотические, потому что я их очень редко пою, как и следующая. Следующая песенка – это особенная история в моей жизни. В 1906 году меня пригласили в Театр Маяковского. Был тогда главный режиссер Андрей Александрович Кончаров. Он решил поставить трехгрошовую оперу Брехта в расчете на Джигарханяна как исполнителя главной роли Мэйки. Мэйки Нож, помните такого, которого первая песня на английском языке, по-американски, это замечательно исполнял Луи Армстронг. Да, да, да. Да, да. И он позвал меня в качестве переводчика. Я, как образованный студент своего вуза, знал, что есть русские переводы этой вещи и вообще Бертольда Брехта и других его вещей, но это особенно такие классические переводчики, как Апт или Эфим Эткент. И не только, еще разные были русские переводчики, которые переводили зонги из этой оперы, ну, близко очень к тексту, естественно. И так они только соревновались в том, кто лучше переведет Брехта на русский язык, забыв при этом, что существует музыка Курта Вайля. И поэтому их очень хорошие в смысле лексики, текста, близости к первоисточнику, замечательные, классные, профессиональные переводы страдали, когда их напевали. Потому что тут вот совпадение было не очень хорошее и не очень удачное. Естественно, все слоги, вся ритмика была выдержана, но вот на слабую долю приходилась сильная нота. Понимаете, скажем, «Ein und zwei» переходилось «раз» и «два». И если там говорят «Ein und zwei» – «раз» и «два», и повисало, как слабое очень слово, на этом очень резком ударе у Курта Вайля. И такого рода расхождений, а расхождений не в смысле текста, а в смысле сочетания с музыкой. Было много у всех этих переводчиков. И вот для того, чтобы свести эти расхождения к нулю, был приглашен я. Я посмотрел на дело и сказал Андрею Александровичу, что я готов взяться за это дело со всем уважением к Брехту и особенно к Курту Вайлю, но при одном условии. Мой перевод, я сказал, будет военным. То есть мысль Брехта в каждом зонге я изложу предельно один к одному, предельно идентично, тождественно. Все, если здесь будет мысль, что воровать грех, а не воровать хорошо, вот я эту мысль передам, честное слово. Но что касается того, как это, за какими средствами, это будет зависеть от Курта Вайли. И я перевел 19 из 20 зонгов сам своими словами. Все мысли Брехта я сохранил, но что касается буквального соответствия его тексту, тут я, конечно, был далек от совершенства, скажем так. И мне нечего было даже состязаться с классическими профессионалами-переводчиками. Но Андрею Александровичу все это понравилось, его литчасти чрезвычайно это понравилось. И все пошло на мази, я не знаю, взялся же Джигарханян уже учить все это, как вдруг раздался тревожный голос, точнее тревожный голос за литчасти, который меня как раз и пригласил, и всячески мы с ним контактили, с Витей Дубровским, который меня же и позвал, сказал, ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Оказывается, наследники великого немецкого писателя Бертольда Брехта тщательно отслеживают по всему миру попытки переводить Брехта на какие-то соответственные языки и вольничать с этими текстами на свой лад. Они всячески отслеживают, и кроме того, не обязательно, может быть, даже и все хорошо, но они тут же требуют, чтобы с ними тоже заключили договор, и часть гонорара, перечисляли на счет, являются правоприемниками этого великого немецкого писателя. По тем временам еще срок, когда кончается авторское право за давностью лет, еще был достаточно большим, и вот уже несколько театров, в том числе и советских, попались. И они их отследили, приявили им какой-то счет, и где-то в Смоленске прекратили этот спектакль. Это все было сообщено по долгу службы Гончарову. Гончаров сказал, подумал, получил затылки и сказал, так, к нему денег не платить. Это была его первая реакция, понятно, рачительного хозяина своего театра. На что завлить сказал ему, потупившись поздно, поздно, Андрей Александрович. Да, они мне заплатили, и по нынешним временам не так уж много, скажем прямо, но полностью мой труд был оплачен. Дальше были всякие приключения с моим переводом, самое из них лучшее такое. Прошли годы, и театр сатиры захотел поставить. И они тоже стали искать наилучшие переводы, и до них дошло, дошел слух, что Ким этим занимался, и у него очень хорошие переводы, головного совпадающие с музыкой Курта Вайля. Андрей Миронов, а на него и ставился спектакль, спектакль чрезвычайно возбудился, прибыл ко мне. Я ему всю эту историю изложил, сказал, ладно, 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 давай, давай, давай. Мы все выучим, посмотри, как хорошо все. Ему это все очень понравилось. Он схватил мои переводы и кинулся в театр сатиры. Но через некоторое время, уж не помню, он или часть сатиры позвонил мне с большой сокрушенностью. На этот раз удар последовал совершенно с неожиданной стороны. Хотя можно было предположить, что он оттуда и раздастся со стороны переводчика. Переводчик всего текста пьесы, включая зонги, был Апт. Идеальный, профессиональный и так далее переводчик, которому сказали несколько извиняющимся тоном. Знаете, мы хотим попробовать переводы Кима. Они уж очень хорошо совпадают с музыкой Курта Вайля и так далее, и так далее. Вы не будете ему заражать. Он слышал обо мне и слышал от всяких знакомых и ему и мне доброжелателей. И слышал мне хорошие отзывы. Я сказал, ну, Ким, ну, пожалуйста, Ким, так Ким, я не буду заражать. Но только важно то, чтобы он только не использовал там мои находки. Там много очень афоризмов, которые так и вошли в нашу литературу переводческую, как переведенные Аптом прекрасные афоризмы из Бертольда Брехта. Вот, ну, например, у него там Ария Полли, там в припеве есть такая фраза «Не годится просто так ложиться», поёт эта девица. Я это перевел «Невозможно падать осторожно». Тоже по-своему, хотя немножко о другом, но тоже на ту же тему приблизительно, да. Вот таким образом у меня это было переведено. Но оказалось, его страшно возмутило несоответствие моих вольных переводов подлинникам Брехта, оригиналам Брехта. И дальше он сказал страшную фразу. Он сказал, если возьмете эти переводы, снимаете мою фамилию Софиш. Для тех, кто знает театральный быт, это означало, что я запрещаю этот спектакль. Если там будут переводы Кима. Хотя вроде так всё скромно, по-рыцки, пожалуйста, пойте Кима, но моей фамилии, напиши, быть не должно. Даже если будет отдельно переводы Кима Бурзонге, а переводы здесь, нет, моей фамилии быть не должно. Так он оскорбился моими переводами, ужасно, что это самое. Но дальше ещё было веселее, потому что, когда я всё это узнал, я опять встретился с Андреем Мироновым, сказал, «А, ну ладно, не волнуйся, не волнуйся». Конечно, придётся, конечно, большинство петь о его переводах, но, знаешь, кое-что, я думаю, всё-таки для себя сохранить, для своих переводов. И в результате он сохранил две песни, два зонга в моих переводах. Один такой, где-то там во втором акте уже, и это самое, и там уже зритель особенно не слушает, о чём поёт, о чём поёт несчастный Мэйки, он там в тюрьме, мечется и так далее, так далее. Это перевод, который, кстати, явился у Брехта переводом из Франсуа Виона. Он полностью перевёл стихотворение Франсуа Виона и отдал его мытки. А я, значит, написал свой текст, без всякого Франсуа Виона, и мой текст оказался Миронову ближе, чем то, что получилось у Апта и Брехта. И он пел в спектакле «Мой перевод». Но самое-то главное, что в самой первой вот этой самой песне там первый куплет в переводе Апта начинался «У акулы зубы клинья» и так далее, и так далее. Первые четыре строчки Миронов пел Апта. «У акулы зубы клинья» – это всем известный был перевод. Апт сидел и умлел, и совершенно не обратил внимания, что все остальные куплеты были в моём переводе. Он спел, так сказать, на голубом, наглом своём глазу. Миронов спел мой текст, и Апт ни секунды не почувствовал, что здесь что-то не его. Наверное, всё-таки я попал в Брехта с другой стороны. И он, может быть, он подумал, что это чей-то другой перевод, но не кимовский перевод. А про ту вторую он совершенно забыл. И таким образом всё-таки я прокрался в это предприятие. Вот я всё это рассказываю к тому, что я вам сейчас спою. Маленький дуэтик из этого в моём переводе и из этого великолепного произведения. Это танго. Танго Мэкки и Дженни. Те, кто знакомы с этим произведением, помнят, что Дженни была такой мощной, всем известной проституткой. Когда-то у неё с Мэкки был роман. И в дальнейшем, по ходу дела, Дженни, после того, как Мэкки к ней пришёл в публичный дом, скоротать своё одиночество, и они предались воспоминаниям о прошлых днях, о прошлой жизни, о прошлой любви. И после всего этого, после этого сентиментально-романтического приключения, она, конечно, сдала его лондонской полиции безо всякого. А вот что касается их воспоминаний, сентиментальное танго Мэкки, Начинает Мэкки. Ты помнишь дом? Он многим был знаком. Там спали днём, А ночью не смыкали глаз. Где мы с тобой Старались круглый год Из нежной страсти Извлекать доход Там мы любили Там любили нас Милорд, прошу, Она уже свободна, Платите сто, Но если вам угодно, Гоните двести, Считайте вы в раю, Поверьте чести, Это я вам говорю Привет тебе Приют любви земной О, мой бордель Повсюду ты со мной Она А помнишь дни Какие были дни Шел дождь, шел снег, Шло время, А клиент не шёл И мы с тобой одни И есть у нас досуг Но я как ведьма зла, А ты как дьявол зол В кармане пусто И любви каюк Забыв про всё, Меня-то шлюхой называл И даже бил, Что сильно портила товар Мы спали в рось, И я лишалась одеяла Но вот шёл гость И это нас объединяло Привет тебе Приют любви земной О, мой бордель Повсюду ты со мной Я так понимаю, что у меня Принесловие занимает гораздо больше времени, Чем само исполнение, Но зато так впечатление будет полнее. И, наконец, ещё одна песенка о любви. Эта песня была написана, Когда кто-то ещё при живом рощине, Наш такой замечательный драматург, Решил возобновить на московских подмостах Его прекрасную пьесу «Валентин и Валентина». Многие из вас, если не видели самого спектакля, Он обошёл все сцены Советского Союза. Такая красивая лирическая история. И был экранизирован, и всё такое прочее. И вот после большущего перерыва, Где-то в начале нулевых, по-моему, Решили возобновить. И позвали меня сочинять зонги. Там есть место, студенческая какая-то, Студенческая тусовка, Как я сейчас бы сказали, Которая рассуждает на всяческие темы, В том числе, что такое любовь. Передо мной была задача Сочинить монолог «Фрейдиста». Там вот тогда «Фрейд» был открытием Для всех жаждущих знаний, Особенно запрещённых для всего студенчества. Его книги были нарасхват, И даже перепечатывались как-то. Короче, «Фрейд» был модным очень увлечением Среди наших молодых шестидесятников, Которым я имею честь принадлежать. И монолог «Фрейда» или участие «Фрейдиста», Не «Фрейда», а «Фрейдиста» В такого рода споре, дискуссии Был абсолютно естественный. Я подумал, что же может сказать «Фрейдист» в этой дискуссии. Ой, сколько наворочено Возвышенного бреда! А всё это, ребята, почему? А потому, что вы читали «Рощина» И не читали «Фрейда», А надо бы прислушаться к нему. Уж эти мне любви Паолы и Франчески Отличный текст, но взглянем на подтекст Что видим мы в основе Любой любовной пьески Сплошной недовостребованной секса Драматические грёзы Драматические слёзы Лирический мираж Он для всех мужчин и женщин Окончательно развенчан Как дешёвый камуфляж Паутнические войны Социальные обиды Футбол, хоккей, тем более Болееет Всего лишь сублимация Обычного Либида Ясно Выражаюсь Или нет Короче говоря Не мучайтесь Не мешайтесь Всё это Только голод Половой А значит Выход прост Подите И наешьтесь И всё Пройдёт Само собой Романтические сопли Драматические вопли Сиреневый туман Эти муторные вздохи Для компьютерной эпохи Что корови, сарафаны И пускай за горизонтом Пропадают в рось и оптом Все эти паруса Эти греи и осоли Эти дороме фасоли Эти чёрные глаза И умолкнут мандолины И растают бригантины В сиянии голубом И карета Коломбины Развернётся и умчится Чтобы было чему снится И грустить о ком И грустить о ком И грустить о ком И завершаю тему любви Песня, которую я не пел никогда Да, после этой лирики Это песенка Ткачих Комсомолок Из пьесы То есть из нашей Зашкевичем оперы Клоп Кто помнит эту песню То есть пьесу Вот помнишь, там был такой Ваня Присыпкин Ударник труда И герой гражданской войны Который Увлёкся Увлёкся Очарованием НЭПа Его буржуазностью И потом Впоследствии расстался Замечательной Передовой Девушкой Который был влюблён И собирался на ней Жениться Более того Они вместе Даже искали на рынке Предел его мечтаний Будущего супружеского уюта Зеркальный шкаф Они искали его И так далее И вместе мечтали О будущем Семейном бытии Но потом Во всё это Внедрился НЭП Со своим цинизмом И материальной Заинтересовостью И Ванечка покинул И расстался Со своей подругой Но до этого Они Очень любили друг друга И вот Там есть такая сцена Где молодые ткачихи Выступают С номером самодеятельности И запевала там Эта самая милая Простая девушка По имени Зоя Берёзкина Зоя Берёзкина Запевает все это Её подруги Подхватывают И Получается Такая Получилась такая У нас песня Песня Молодых ткачих Когда эта Песня была Исполнена В одном из первых Представлений Клопа На это представление Пришёл Марк Захаров Когда они стали Петь эту песню Он стал смеяться И не переставал До самого Конца Последнего куплета Он просто Падал Со стула И смеялся Совершенно В захлёб Не знаю Почему Но Но это было Ниточки Док споём Я к тебе Выйдувка Сыночки Красной Сердце Бьётся Ниточка Вьётся Вьётся Словно Дорожка Где меня Милый Ждёт Белая Нитка Свидание Чёрная Нитка Страдание Белая Ниточка Как бы Мне С чёрной Не спутать Её Кто ж Теперь Верит В гадания О ж Я Очень Отсталая Если Порвёт В Ниточке Сердце Порвёт С моё Милый Мой Будешь ли Ты Со мной Я Всё Жду Каждый Денёчек Гадаю Я Не Знаю Как За тобой Скучаю Друг Мой Хороший Будешь ли Ты Со Мной Мой Друг Мой Хороший Будешь ли Ты Со Мной Вот Эта песенка Я думаю Я вижу Что вы Скорее Плачете Я спою Я Своих Возрастных Песен Годы идут Возникает Возникает Сообразная Возрастная Задумчивость И Некоторый Старческий Лиризм На Мозг Городницком Мы Патриархи Мы Патриархи Нас Вновь Шлют По Адресу Мы Недомерки И Перестарки Что Видно Без А Нам Низу Там Где-то Бабы Гуляют Лихо С Каким Нибудь Молодчиком А у нас Камни Гуляют Тихо По Нашим Мальчей Дочникам А у нас Камни Гуляют Тихо По Нашим Мальчей Дочникам У Вас Багамы Зимой И Летом Детишки В Штатах Учутся А нам Дойти Баг До Туалета А дальше Как Получится А нам Дойти Баг До Туалета А дальше Как Получится Вокруг Нас Время Совсем Иное Иные Звуки Запахи А мы Все Тринь Бринь Все Вля Минори И Все Беремся За Руки А мы Все Тринь Бринь Все Вля Минори И Все Беремся За Руки Уже Родного Да Есть У нас Еще Дома Сто Грамм И Здесь Следующий Возрастной Романс Гораздо Еще Более Старческий Городницкого Не имеет Никакого Отношения К Вертинскому Скорее Я Старый Дедушка Со Мной Скучают Внуки Я Не могу Играть Ни в Штандар Ни в Лапту Пока Я Мяч Беру В Трясущиеся Руки Как От Меня Уже Все Внуки Заверстут Я Старый Дедушка Я Рос При Патефоне Я Знал Вертинского Любил У них Бываться Ни на Айпаде И Ни на Айфоне Я Не умею Монстров Убивать Я Старый Дедушка Живу В полубреду Я Глотая Горки Пилюли И Дрожей Если Спрости Который Час Дедуля В ответ Услышьте Спасибо Я Уже Я Старый Дедушек Я Не Смеюсь Я Щерюсь И Десен Роз Роз Этим Не Таю Но Вставив К празднику Свою Вставную Челюсть В любое Зеркало Бестрепетно Смотрю Спасибо Спасибо Ну и заключение Финальная песенка Тоже из серии Тема любви Где Я Она Совершенно Финальная Песня Ее Хорошо Завершать Хорошие Хорошие Концерты У меня концерт Получился Очень Хороший Я Этой Песней И Завершу Здесь Две Таких Запятых Одна Запятая Заключается В том Что Здесь Есть Два Два Музыкальных Заимствования Одно Даже не Заимствование А прямая Цитата В самом Конце Там Прозвучит Абсолютно Точный Один К одному До единой Нотки Бетховен А вот До этого Такой Откровенной Цитаты Не будет Но Сквозь Всю эту Музыкальную Якобы Кимовскую Дымку Просвечивает Тоже Вполне Узнаваемый Классический Композитор Она Называется Серенада И финал Испанка Младая Садись На коня Садись На коня И держись За меня Поедем Поскачем Стрелой Полетим Свидание Назначим Кому Захотим Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть не покидают никогда Тебя надежда и любовь Никогда не покидают пусть Спасибо вам за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Спасибо Большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо И до свидания До встречи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...